Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лорли Мор, и добро пожаловать на рубрику полезной моды Space Engineers. Ну что ж, я обратил внимание на то, что вы в комментариях написали Defense Shields, то есть я не ожидал, что вы так сильно хотите увидеть обзор на данный мод, но что ж, и сегодня я вам его как раз таки представлю. И надеюсь, все будет вот так. А сейчас, сейчас, я хотел бы сказать несколько слов про вчерашний мод, то есть Energy Shields. У него имеется такой вот аспект, что он вроде бы да, хорош в чем-то, да, но у него есть минус, дорогие друзья, минус, при том этот минус он существенный. Давайте же мы посмотрим на этот минус, вот если мы возьмем, допустим, да, такую вот боеголовочку, казалось бы, все хорошо, да, ничего такого, но если мы возьмем просто вот, допустим, ну, сейчас щит включен, мы можем в этом убедиться, сейчас посмотрим у нас на экране, ммм, отлично включен, и давайте попробуем выстрелить в нашу боеголовочку. Странно, что-то как-то не сработало. Суть в чем? Я хотел показать, что, ммм, суть в том, что боеголовка, дорогие друзья, ммм, не, а, то есть данный мод не имеет иммунитета к боеголовкам. Как мне показывал мой знакомый, то есть ему придется все-таки взорвать большую боеголовку, чтобы вы убедились, наверное, к маленькой имеет, а вот к большой не имеет. Так, запустить отсчет и взорвать. И как вы видите, я был прав. То есть все взорвалось, и часть фундамента как бы ушло вместе с большой боеголовкой, а щит остался невредим. То есть он, кажется, даже не потратился, потому что он от боеголовок не защищает. И получается такая вот фиготень, что вроде бы данный мод защищает, а на самом деле от торпед он вас совсем не защитит. Ну что ж, вернемся к сегодняшней нашей теме. Это вот очень интересный такой мод, который называется Death's Shields, и у него достаточно много блоков, поэтому наберитесь терпения, и сейчас мы будем постепенно их рассматривать. Ну что ж, окей, давайте начнем, пожалуй, с начальных блоков, которые у нас тут есть. Перейдя во вкладочку Dark Start, специально под эти моды вы можете увидеть блоки из этого мода, но не факт, что увидите все, поэтому все блоки можно увидеть в разделе все блоки. Соответственно, вот они вот здесь вот так расположены. Но давайте все-таки начнем рассматривать хотя бы самые простые из них. У нас, значит, самые интересные, самые простые, это, пожалуй, вот контроллеры. Вы должны знать, что у данного мода есть контроллеры, то есть свои собственные контроллеры. Давайте поставлю парочку из них. Вот. Этот контроллер является портативным. Судя по всему, я его поставил немного неправильно, то есть если его правильно поставить, получится так вот. Тут отображены такие кнопочки на все. И, в принципе, данный контроллер, он является достаточным для того, чтобы управлять, в принципе, всем данным модом. Также имеется такой вот красивый, симпатичный мод. Точнее, консоль управления, она является типа настойной. Визуально она ничего не отображает, но как бы является таким вот симпатичным. Давайте я по-человечески все это поставлю, потому что здесь, например, внутри поставлю, и не вниз головой, а, как говорится, адекватно. Вот так вот, да. И данная столешница, она не показывает, к сожалению, ничего. То есть она просто является такой вот декоративной частью, но через нее тоже можно управлять, делать практически то же самое, что и через вот этот контроллер. Так что имейте в виду такие нюансы. Ну и разница в том, что, допустим, вот этот стол, он находится в рабочем режиме. А данный стол, он не находится в рабочем режиме, поэтому он горит красненьким цветом. И перейдем к функциональной части данного блока. Если зайти в его меню, мы можем увидеть здесь такую кнопочку, как Shield Frequency. Shield Frequency значит частота щита. То есть вы можете задать пароль, на котором будет работать щит. Даже здесь написано, set the secret frequency code used for shield access. То есть это, грубо говоря, если вы в мультиплееры играете, это код доступа. Код доступа к щиту. То есть не совсем частота щита, с которым он работает, а код доступа к щиту. Shield Status. То есть выключить щит, включить щит. То есть это все очень просто. Up and down. Почему не вкл и выкл и я не знаю, да? Как бы это... Ну, здесь также вкл и выкл, кстати, он включает и включает консоль. А не сам щит. То есть не модулятор. То есть не эмиттер, блин. Shield Charge Rate. То есть вот данный ползунок, он регулирует скорость зарядки щита. Но учтите, что чем выше скорость зарядки щита, тем меньше емкость щита. Поэтому есть такой вот нюанс. Далее идут три ползунка. Shield Size Width, Shield Size Height, Shield Size Depth. Это, грубо говоря, ширина. Точнее, долина, высота, глубина. То есть, ну, это ширина, в принципе. Так как мы имеем дело с круглыми эллипсоидными формами. И поэтому тут буквально радиус, высота и глубина. Далее идут такие кнопочки, как Make Shield Invisible To Ls. Сделайте щит невидимым для чужих. Height Shield Health On Hit. Скрыть... То есть, грубо говоря, скрывать реакцию щита при повреждении. То есть, когда вы атакуете щит, он будет приливаться красивыми такими цветами. Чтобы это все скрыть. Broadcast Shield Status To Huts. Передавать статус щита в HUD. Patterns Contribute To Shields. То есть, батареи связаны с щитом и питают его. Вот такие вот у нас настройки здесь. И больше, в принципе, никаких таких настройок нету сверхъестественных. Да, я надеюсь, что вы выдержали мое объяснение и не уснули. Ну, идемте дальше. Какой у нас дальше идет следующий блок тут. Кроме блоков контроллеров. Вот этот контроллер table. Это просто контроллер. Но контроллер удобнее будет в кораблях ставить, само собой. То есть, маленьких, ну, чуть средних таких кораблях, где места мало. Дальше. Shield LCD. Shield LCD это прямо вот такой замечательный мод. Точнее, замечательная часть этого мода. Я очень уважаю за этот. За то, что присутствует такой блок. Это, дорогие друзья, вот такой вот дисплей. Да. То есть, у этого мода есть свой дисплей. Который отображает все. Буквально все, что здесь возможно. Здесь все значки и буквально все данные. То есть, Shield HP. Жизнь щита. HP per second. То есть, HP за секунду. Damage in. То есть, урон, который получается. Charger Rate. То есть, точнее, Charge Rate. Заряд, который идет. Полный заряд, через сколько секунд будет. Эффективность. Буквально все. Все здесь есть. И использование, как бы... Точнее, Maintenance это потребность. Power Usage. Нет, Power Usage это использование энергии. Сколько используется. И Shield Power 32 Megapad. То есть, у нас тут все данные выводятся на панели, которые есть в моде. Вот это вот большой-большой респект. Конечно, я хотел бы поговорить про скрипт, который у нас был в предыдущем гайде. Вот, который есть здесь. Буквально, который выводит нам про щиты на экран. Но я про него сейчас говорить не буду. Потому что, зачем касаться данной темы, если у нас уже есть такая вот интересная панель. Кстати говоря, в нем можно регулировать цвет и выравнивать. Но, а так-то, в принципе, больше настроек нет. В этом, возможно, не знаю. Может быть, минус или не минус. По мне, все вот в такой вот форме. Все очень даже хорошо. А если вы хотите пользоваться все-таки этим скриптом, напомню, что данный скрипт работает даже с этим модом. Да, с этим модом он работает. Но, да, все-таки, когда его пофиксят, я прошу внимания, один из подписчиков написал, что он работает. Да, я не говорю, что он не работает. Но в нем есть пару, скажем так, функций, да, именно функций. Выведение цветастых дизайнерских показателей на экран. Данная функция не работает, но остальная работает. Итак, вернемся обратно к нашему моду. Я надеюсь, что вас не раздражает, что я так отвлекаюсь. Итак, ну, в принципе, по теме все. И данный экран все показывает. Он также показывает нам статусы. То есть, залочен ли наш щит, не залочен. И присутствует ли в нем кислород внутри. Там два этих значка, я не очень уверен, что они показывают. Потому что в описании, да, как бы гайду от автора ничего нету об этом. Поэтому самому придется об этом догадываться. Видимо, это какие-то функции, вот допустим, с ним включим. Хотя нет, тут они даже не отображаются. Ну, короче, такие вот нюансы есть. Но напомню, что данный мод еще до конца тоже не допилен. То есть, некоторые функции в данном моде не работают. По этой причине я не начал сперва с него. Идемте дальше. Какие у нас тут есть блоки? Shield Emitter. Shield Emitter это уже такая важная часть, которую мы должны знать. У нас тут есть три вида эмиттера. Начнем с самого первого. Вот первый эмиттер это вот такой вот. Давайте положим так. Эмиттер первого вида такой. Второго вида такой. И есть большой такой. Они сейчас все трое не будут работать. Они выполняют какую функцию? Вот видите, у нас тут стоит посередине такой вот шарик, который в принципе генерирует нам вот это вот прекрасное поле. Так это и есть эмиттеры, дорогие друзья. Они модулируются самые щиты. Это компактный. Если вам надо расположить там, не знаю, запихнуть в какой-нибудь блок, чтобы не было видно. И, например, на поверхности корабля и так далее. Тут даже эмблемки есть различные. То есть, в таком случае применяйте это. Потому что тут так и написано. Shield Compact Emitter. То есть это компактный эмиттер. Куда можно его вставить? Далее идет такой круглый эмиттер. Кругленький. И он малый. И он можно, скорее всего, вот он будет применяться на малых кораблях. То есть не на малой сетке, внимание, а кораблях большой сетки, но небольших размеров. Там корветы и так далее. Он для этого очень даже подходит. И, соответственно, самый последний. Это вот такой же вот Station. Так, ну-ка, ну-ка, давайте зайдем в меню. Так. Station Shield Emitter. Да. Вот такой вот блок. Но он, соответственно, если он Station, он ставится на станции. Либо на очень-очень большие корабли. Но я сомневаюсь, что на большие корабли его можно будет ставить. Потому что, если по умолчанию это у вас не станция, я даже не знаю, будет ли он ставиться или нет. Но в результате вы можете поставить такие, если... Ну, такие вас должны устраивать, в принципе. Если такие не устраивать, в таком случае, наверное, можно превратить корабль в станцию плавучую и вставить такие, короче. Ну, это уже путем эксперимента можно вычислить. Что ж, посмотрим, какое у нас здесь меню. Написано здесь Online. Ну, настроек не особых нету. Но написано Emitter Offline. Ну да, он выключен. В принципе, его сейчас здесь ставить, это все не имеет смысла. Потому что у нас уже здесь есть один. Когда есть один, второй работает не будет. Чтите. Тут написано уже с правой стороны. Если мы посмотрим, у нас вся информация выводится. Тип Emitter. Station. Grid Compatible. То есть, совместимость с сеткой. То True. True это, то есть, да, True. Ну, все хорошо работает. True это правда, False это неправда. Line of Sight. Линия, там, не знаю, стороны. Слово Sight я не знаю на английском, как переводится, к сожалению, сейчас. Is a backup. То есть, backup. Восстановление данного счета. То есть, он восстанавливаемый. Почему-то здесь стоит неправда. Is suspended. Стабилизированный. То есть, неправильно. Docked. То есть, ну, так как это не является кораблем, который может задочиться. Поэтому стоит тут неправда. То есть, ложный. Controller Link. То есть, контроллер подключен. Grid Access Troop. То есть, доступ к сетке. Не все функции, дорогие друзья, как я сказал, данного мода еще рабочие. Поэтому данному статусу особо и верить не надо. Так что, такие вот нюансы. Все эмиттеры, у всех эмиттеров есть такая панель. Также, кстати говоря, панель статуса имеется и здесь. Вот, с правой стороны снизу. Тут тоже можно наблюдать за всеми этими нюансами. Но так как, блин, это надо уже поудалять. Потому что у нас здесь есть контроллер. Если контроллер есть, то считать еще один не имеет особого смысла. Вот. Здесь, как бы, более-менее все отображается. Дальше. У нас идет следующий блок. Следующий тип блока. Осталось совсем мало для нетерпеливых. Скажу, что чуть-чуть осталось. Shield Modulator. Shield Modulator. Это модулятор щита. Как B, да? Как B, как B. И дальше идет Shield Damage Enchaser. Enchaser. Такой вот, Enchaser. Давайте сначала поговорим о модуляторе. Вот он тут стоит. Я даже его ставить. Блин, черт. Ставить его не буду, но заделаю дыру. Да, блин. Махать. Что ж вас, блин, что-то. Посмотрим. Да. Shield Modulator. Он такой вот интересный блок. Казалось бы, зачем он нужен. У него есть такая интересная своя функция. В нем мы можем изменить баланс щита. У этого щита есть двойная функция. То есть, энергетический щит. Мы можем сделать, чтобы он был энергетический щит. И кинетический щит. То есть, энергетическая защита или кинетическая. То есть, мы этот баланс можем туда-сюда крутить. А зачем нам это вообще нужно? В этой игре, дорогие друзья, имеются пушки, которые наносят уже энергетический заряд. То есть, они конкретно бьют по щитам. Они уменьшают щиты. То есть, их основная задача снять щит. А потом, то есть, другие пушки начинают атаковать ваш корабль и разбирать им кусочки. Очень грамотная идея. По этой самой причине здесь появилась такая функция. То есть, если вы добавите Energy Protection, он будет в основном абсорбировать урон с энергетических пушек. То есть, а с этих, с обычных пушек он будет очень мало абсорбировать энергию. То есть, а если добавить и кинетическую, то, соответственно, только с этих пушек он и будет. Далее идут у нас два значения. Let voxels bypass shield. Позволять щиту пропускать в вокселе. И let grid bypass shield. То есть, позволять кораблям пропускать, то есть, позволять щиту пропускать корабли. Вот такие вот ползунки. Мы их чуть позже рассмотрим, а пока, в принципе, ну, еще и статус тут, соответственно, справа появляется. Такой вот интересный щиток, то есть, такой интересный модулятор у нас. У него, хоть и сзади вот такой вот, какой тут нарисована, да, то есть, его вроде бы можно почепоникнуть куда-нибудь сюда. К таким местам. Но я не знаю, дорогие друзья. Я его просто поставил, он заработал. Видимо, он является модулем к чему-то. Но я не уверен в этом, на самом деле. Да. Дальше идет у нас вот такой вот блок. Так вот он выглядит. И, к сожалению, он не работает, насколько я знаю. Потому что я его тестил, и пока не получилось ничего. Что же такое damage and chancer? Damage and chancer, может быть, он работает, кстати, в режиме выживания. Надо проверять. Это особый блок. На самом деле, очень полезный, дико полезный. Если бы он работал у меня в данный момент. Для данного мода, какую он роль выполняет? Он выполняет роль того, что, ребят, ваш щит может взять и изменить свою энергию на энергию плазмы. И, так сказать, сделаться, грубо говоря, прожигающим щитом. Ну, вы, если включите этот режим и будете лететь на врага, грубо говоря, это режим тарана. Ваш щит превращается в оружие. То есть, он накаляется и начинает сжигать вражеский корабль. Это просто замечательная функция, на самом деле. Но, увы, увы, данный мод, почему-то он, то есть, данный блок, он не работает на корабле и на щите тоже, то есть, на данном не работает. Тут онлайн false state, то есть, он не включен, то есть, почему-то не подключен. Amplifying shield, то есть, накопление щита тоже false. Enchancer mode, то есть, ну, тоже ноль. Через control, то есть, контрольную панель, почему-то данная штука вообще не включается. Этого нету тут. И, соответственно, такой вот, ну, такая бяка, да, то есть, не работает. Видимо, в режиме выживания он работает. Вы можете проверить, протестить и все. То есть, на самом деле, это классно полезная вещь, крайне полезная вещь. Вот. И, естественно, требуется для того, чтобы, ну, полезная, короче, штука. И идемте дальше, дорогие друзья. Осталось совсем мало. Так как мы практически закончили с теми блоками, которые здесь есть. Но у нас остался последний блок. Действительно, очень полезный, полезный, полезный блок. Который называется shield air pressure. Pressurizer. Shield air pressurizer это... Вах-вах, какой великолепный вещь. Это такой вот огромный блок. Вот это вот все это есть, этот блок. Ну, просто огроменный. Огроменный. И данный блок выполняет такую роль, как заполняет пространство внутри этого щита кислородом. То есть, вот у вас есть вот такой яичкообразный щит. Яичкообразный. И он его будет заполнять кислородом. Да. То есть, будь его полностью, как говорится, заполняя, заполняя меня полностью, наполнять. Короче, и тут есть такие вот места, в которые можно оставлять модули эффективности и продуктивности. И, соответственно, через эту дырочку сюда можно кидать лед. Внимание. Сюда не надо подключать к этому блоку генератор кислорода. Там, не знаю, баллоны. Можно сразу кидать сюда лед. То есть, он сам будет из-за льда делать кислород. Просто он это делает очень быстро и в огромных масштабах. Поэтому вам кислорода понадобится много. Около, там, 500к. То есть, в больших количествах. Потому что, ребята, все это пространство, вот весь этот кокон, весь этот большой-большой кокон, он будет заполнять кислородом. Вот, через эти вот вентиляционные шахты. Ну, думаю, вы представляете, да, в каких объемах вам понадобится льда, чтобы все это заполнить. Никаких читерств. То есть, все работает совершенно натурально. И, притом, этот воздух, который в этом шаре, он никуда не девается. То есть, вы можете прилетать на корабле, залетать. То есть, в этот шар. И, в этот кислород никуда не девается. Вам не нужны ангарные двери, которые будут, там, не знаю, то есть, не нужны шлюзы. Просто внутри этих щитов есть кислород. Все, залетел с кораблем и дышишь. И все хорошо, и радуешься. Так что, поэтому он потребляет так много. Но, как только, как только, внимание, как только ваши щиты начали повреждать. И у вас закончился запас щитов. Да, то есть, он реально закончился. Давайте я вам, кстати говоря, продемонстрирую пару красивых спейс-эффектов. Вы же любите спейс-эффекты. Вот. И, когда атакуешь данный щит, внимание, он загорается вот такими вот красивыми сотами. Вот. Издалека, конечно, не прорисовывается у меня, да? То есть, не появляется данный эффект. Но, как мы видим, появляется эффект остановки пуль. И, притом, вот смотрите, щит очень экономно работает. Если какой-то, там, не знаю, придурок издалека стреляет не по вашей базе, а щит стреляет по вашему щиту, вот. Щит будет пропускать эти пули мимо, потому что они не имеют отношения, как бы, к охраняемой поверхности. Ну, летит пуля, да? Летит пуля, взошла отсюда и вышла отсюда. Дура, пуля летит себе. Соответственно, он не будет ее блокировать никаким образом. То есть, он не будет делать так, чтобы данная пулька застревала в щите. На это энергии тратиться не будет. Поэтому все очень экономно. Но если не друг стреляет, конкретно вот нацелился на ваши блоки, вот так вот. А, я тебя убью. И, соответственно, в таком случае будет блокировка. Как вы видите, да, вот, типа, эффект остановки пуль есть. Но не следует обманываться, потому что все-таки пули, они как и как проходят, но не наносят урон вашим блокам. Мы залетим и посмотрим, видите, следы от пуль есть. Как бы, следы от пуль есть, но повреждений нет. Да, как бы, убрать этот эффект прохождения пуль не могли. Наши дорогие разработчики данного мода. Видимо, это невозможно отключить в настройках моды, мододелания. Такие вот аспекты, дорогие друзья. Сейчас я вот этот эмиттер уберу, он мне не нужен здесь. И перейдем к такому интересному аспекту, как малая сетка. То есть, в малой сетке у нас все совершенно так же. То есть, мы летим, у нас... У меня даже тут стоит вот так вот вылетаем из этого щита. Мы также можем, кстати говоря, сейчас проверить эти функции, которые были... Это Damage and Chaser, кстати, видите, он в оффлайн моде. Вот, допустим, мы поставим здесь галочки пропускать воксели и пропускать щиты. И щит в таком случае перезапускается. И он почему-то врубился. Да, он врубился. Так. Он сейчас находится на стадии зарядки, потому что парочки аккумуляторов недостаточно. В принципе, как бы он так же работает, как и работал. Разница лишь в том, что... То есть, он не будет... Допустим, да, нейтральной фракции, допустим. Возможно, он не будет... Включить и... Вредничать с ними. Возможно, в этом заключается данная функция. Я конкретно точно не знаю. В какой-то момент, когда я тестил, щит просто отключался, когда я приближался к земле. А сейчас он не отключается. Ну, давайте попробуем с землей посмотрим, как это будет работать. Вылетим за пределы данного щита. И попробуем раземлиться. Нет. Он так не работает. Он работает не таким образом, как я думал. Да. И когда, кстати, вот этот компактный эмиттер работает, у него загорается подсветка. Станете понятно, что он работает. Так. Попробуем пострелять сюда. И когда щитов мало, мы видим, что вот реально сетка окрашивается в красный цвет. То есть, если вы атакуете корабль, и он с такой вот красной сеткой, да, то знайте, что осталось буквально совсем недолго до того, чтобы раскрошить этот щит и начать бомбить сам корабль. По этой самой причине, чтобы враг не догадался, что ваш корабль находится на стадии уничтожения, здесь есть такой вот, скажем, такая кнопочка. Hide shield held on hit. Давайте попробуем на данном малом корабле, чтобы враг не знал. Кстати, панелька у малого корабля такая. Вот, ставим галочку и посмотрим, то есть, где наша пушечка. Вот видите, эти самые рисунки стали исчезать. То есть, враг не знает, сколько у вас щитов. Он не может предсказать, сколько осталось до того, чтобы снять с вас полностью щит. Поэтому используйте данную функцию, враг будет стрелять, стрелять, стрелять. Ему будет казаться, что вот-вот сейчас ваши щиты падут, а у вас там, оказывается, еще и половина заряда есть, вы можете вести бои, поэтому это полезная довольно функция. Такой вот мод, дорогие друзья, получилось достаточно много. Кстати, я на время смотрю, а получилось 30 минут. Я думал, тут уже часа два распинаюсь. И раз уж такие у нас дела, в таком случае я сейчас отправлюсь в режим выживания и проверю данный блок, потому что мне очень хотелось бы, чтобы данный блок работал, потому что я очень хочу проверить режим тарана. Так что буквально через секунду я появлюсь здесь. Итак, дорогие друзья, я загрузился в режиме выживания. Но, как мы видим, данный блок все еще находится в режиме false, то есть он все еще не работает. И щиты у нас тут начали набираться. Я туда кинул немножко слитков урана. И давайте посмотрим на наш small grid. Может на нем данный эмиттер урона, если так назовем, да? Вдруг он сработает? Хотя я в этом очень сомневаюсь. Так, где у нас тут? Как мы видим, здесь тоже данная штука не работает. Но в описании сказано, что для того, чтобы данная штука работала, вам нужно большое количество энергии. То есть, ну, я здесь вроде бы поставил 2, 3, то есть 6 больших генераторов, но тем не менее, видимо, наверное, этого недостаточно, да? Хотя, как-то я сомневаюсь. Я думаю, что просто данный блок пока еще не работает. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом все, можно сказать. Данный мод больше не содержит каких-либо нюансов или аспектов. Или, возможно, я какие-то пропустил, конечно, потому что я человек, блин, а не робот и не, скажем, не профессионал со статысячными подписчиками и пятилетним стажем клепания роликов, чтобы делать все идеально. Поэтому я что-то могу забыть, конечно же, что-то могу упустить. И поэтому пишите в комментариях, если я что-то упустил. Я не обижусь ни в коем случае. Я буду только рад тому, что вы будете дополнять материалы. Потому что я не отношусь ревниво к тому, что я делаю. Потому что это просто знания, дорогие друзья. Это знания про любимую нашу игру. Это всего лишь знания. И они не принадлежат мне. Я всего лишь пытаюсь их донести в доступной форме до вас. Ну, а сегодня особый день. Сегодня у меня... Точнее, не сегодня, а уже как пару дней, наверное. Но я ждал, чтобы было стаканится все это. Я дошел до 6 тысяч подписчиков. Можете меня под... Ой, то есть... Где эта дурацкая эмоция? А, вот она. Вы можете меня поздравить. 6 тысяч подписчиков. Это круто. Потому что, наконец-то, да. Ну, я буквально за 2 месяца на моем канале прибавилось более 500 подписчиков. Благодаря чему у меня сейчас уже 6 тысяч. Ну что ж, давайте догоним 10 тысяч. Потому что, как только мы догоним 10 тысяч, все будет вот так вот. И тем большее количество игроков может узнавать контент, который я творю. И, соответственно, это означает приближение стримов, приближение более качественного контента. Короче, чем больше народу, тем больше качества. Поэтому большое спасибо, дорогие друзья. Большое спасибо новой подписчики. Большое спасибо старые ветераны, которые оставались со мною. И нас будет ожидать много нового, чего и интересного. Так что, до скорых встреч, дорогие друзья. Возможно, завтра выйдет летсплей на игру No Man's Sky. Если вы хотите летсплей на No Man's Sky, пишите обязательно хэштег No Man's Sky. Вот. Если вы хотите, то есть, обзора на пушки, то пишите пушки, хэштег пушки. Вот. И, короче, все будет зашибенно. Ну, и также я с завтрашнего дня постепенно начинаю работу над пятой серией нашего, нашей фазы 1, нашего любимого сериала. И если вы хотите, то тоже, то есть, обязательно пишите, что продолжай работать над сериалом, если вы хотите увидеть сериал. Ну, и, конечно же, по возможности будут выходить кораблики от Вахи, конечно же, да. Но, так как Вахи, Вах, они очень популярная, как бы, тема, то есть, как и Звездные войны, в принципе, я просто сижу по просмотрам, а не по вселенной, да. Не обижайтесь ни в коем случае. Именно по просмотрам. И по этой самой причине все-таки будут иногда выходить, конечно же, то есть, видео по кораблям Вахи. Буквально где-то 3-4 корабля еще точно будет. Поэтому все будет зашибательно. С вами был Лорли Мор. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.